6.30 утра. Начинается рабочий день у председателя правления одного из предприятий Венецкой области Ильи Луки. Он проводит совещание с заместителем директора завода. На столе чай и 12 видов бубликов. Среди них сушки, малютка, баранки. Такое разнообразие не случайно, ведь предприятие, которым управляет мужчины, производит универсальные машины для бараночных изделий, потому и сами лакомятся бубликами каждый день. Сделано в Украине покажет, как производятся машины для пищевой промышленности. Сегодня в программе. Украинские бублики или российские баранки? Откуда начинается история современной сушки? Не отдыхает ни секунды. Как выглядит станок за 600 тысяч евро и что он производит? Патент на изобретение. Украинские монополисты продают миру уникальные машины, которые изготавливают бублики. Бублики – одно из самых соблазнительных лакомств детства. И даже когда взрослеем, мы не можем отказаться от этой вкуснятины из пшеничного теста. Но мало кто знает, что история бублика берет свое начало в Украине. Уже с 17 века слово «бублик» встречается в разных письменных источниках. Об украинском происхождении бублика упоминается также в толковых словарях Даля, Ушакова и Сытникова. Бубликом называется «большая баранка» от украинского слова «оборынок», «оборыныць». Таким образом, у российских баранок украинское происхождение. В народном фольклоре есть немало фразеологизмов со словом «баранка». К тому же в Украине достаточно распространенно является фамилия Бублик, а еще в Сумской области есть село Бубликово. Украинские бублики издавна посыпались маком для лучшего вкуса. Сейчас в Украине работают сотни предприятий хлебопекарной промышленности, выпекают бублики, а еще заводы, которые производят оборудование для пищевой и, в частности, хлебопекарной промышленности. Например, вот у этого предприятия давняя история и работает оно с 1932 года. Среди многочисленного оборудования дозировочно-наполнительные автоматы, укупорочные машины и наполнители для соков. А еще машины, которые начиняют, обкатывают и делят продукцию. Завод расположен на площади 12,5 гектаров. Здесь обеспечены работой около 300 человек. Сегодня предприятие – известный европейский бренд. Объем рынка сбыта продукции компаний в Украине составляет более сотни предприятий различных сфер производства. Объем экспорта – 30% от общей реализации. У завода есть зарубежные партнеры в странах Прибалтики, Средней Азии, России, Молдове, Беларуси, США и так далее. Однако есть на предприятии одна машина, которой оно гордится особо. Это модернизированная делительно-раскаточная машина для бараночных изделий – ТРМ. Сейчас такую модель закупают страны Европы и Прибалтики. А недавно 20 машин поехали на пекарне Турции изготавливать их национальный продукт – Симит. Такая машина предназначена для изготовления бараночных изделий широкого ассортимента. И она универсальна. Здесь можно изготавливать сушки 12 видов, баранки трех вариантов и даже большие бублики весом до 120 граммов. Вес такой машины около тонны, а изготавливается она несколько месяцев. Начинается процесс поставок стали. Предприятие закупает ее только у украинского производителя. Сталь проходит разные виды механических обработок до тех пор, пока не превратится в готовую машину. На участке лазерной резки с помощью программного обеспечения листовой металл раскраивается. Станок автоматически вырезает из металла заготовку нужных размеров. В это сложно поверить, но цена этого станка швейцарского производства примерно 600 тысяч евро. Однако этот лазер оправдывает все расходы на себя. Он не отдыхает ни секунды. Работает в три смены. В целом это предприятие славится не только довольно дорогостоящим оборудованием, но и количеством станков. Их на заводе более полутысячи. Многие работают на предприятии еще с прошлого века. Например, вот такой огромный станок немецкого производителя. Несмотря на то, что ему уже около 80 лет, станок сверхмощный. Сгибает крупногабаритные углы из толстого листового металла. Детали для изготовления машин по производству пищевых продуктов, в частности бараночных изделий, проходят обработку на большинстве из таких станков. Сначала вытачиваются на станках с числовым программным управлением – ЧПУ. Токарный револьверный станок для механической обработки обтачивает детали и одновременно наносит резьбу. А такой универсальный токарный станок предназначен для обработки крупногабаритных деталей, имеющих тело вращения. Станок обрабатывающих центров. Он заменяет одновременно несколько станков. Здесь выполняются токарные, сверлильные и фрезерные работы. На станке резки нелистового металла обрабатываются различные трубы, кругляк и углы. Шлифовальный станок обрабатывает детали с точностью до микрона с внутреннего и внешнего диаметра деталей. Сюда заливается водяная эмульсия, чтобы при шлифовке детали не перегревались и не деформировались, а также чтобы уменьшить шероховатость поверхности. Если не будет такого охлаждения, детали во время шлифовки будут прогреваться до 1000 градусов по Цельсию. На этом прессе детали изготавливаются за считанные секунды. Одно нажатие — и деталь готова. Здесь расположен гидравлический пресс. Он обрабатывает подшипники и втулки для бараночных машин. На станке гибки металла изготавливается декоративная облицовка. Она улучшает эстетический вид станка. А это сварочный участок. Здесь свариваются заготовки для машин по производству пищевых продуктов. Далее очередь за мокрой покраской. Детали обезжириваются и грунтуются с помощью пульверизатора. Затем отправляется в печь для подсыхания. Где-то в течение 12 часов сушатся при температуре до 90 градусов. На участке сборки начинается самая ответственная работа — сбор всех деталей в готовые изделия. Сначала устанавливается рама машины для бараночных изделий и опорные лапы. Потом — раскаточные рычаги и узлы. Впоследствии идет сборка механизма подачи теста. Происходит установка электрических приборов, мотора и редукторов, которые будут двигать весь механический процесс в машине. И в завершении — эстетически декоративная облицовка машины. Затем машина программируется и испытывается на холостом ходу. После чего происходит пробный запуск уже с тестом. Удобство и легкость управления, обслуживания и замены узлов. Безопасность и современный дизайн делают DRM удобной и простой в эксплуатации, одновременно увеличивая показатели надежности. Делительно-раскаточная машина может использоваться в технологических линиях производства различной мощности. От крупных комбинатов до маленьких цехов. Техническая производительность машины впечатляет. Она производит до 160 килограммов бубликов в час. Уникальность такой машины подтверждена патентом на изобретение. Итак, если вы будете отдыхать где-то за границей и смаковать кофе с бубликами, не забывайте, что изготовлены они с большой долей вероятности на машине украинского производителя. И нам есть чем гордиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова